Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» с главными новостями региона. Познакомлю вас я, Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Долг платежом Крайсина. С работодателями, задерживающими зарплату, состоялся серьезный разговор. Быстрый старт. Стартовал республиканский конкурс молодежных стартапов. Осторожно, мошенники. МВД предупреждает. Увеличилось количество хищений с банковских карт. На учете каждый работодатель-должник. Какие меры предпринимают руководители организаций, чтобы сократить задолженность перед сотрудниками? Это одна из ключевых тем, прошедшего сегодня заседание межведомственной комиссии. Подводя итоги проверок, в Республиканской инспекции труда цифры не округляют. По данным ведомства, работодателя задолжали 42 миллиона рублей. Зарплату так и не получили 758 человек. Вместе с тем хочу сказать, что наибольший пик у нас был на 1 июня, по сравнению с 1 июня, который у нас является отправной точкой, где, как я уже и ранее отмечал, всеми органами исполнительной власти, правоохранительной системой проведены комплексные мероприятия. И в результате мы смогли снизить статистическую задолженность на 7,5 миллионов рублей. И спокойной жизни должникам не обещают. Работодателей не снимут с учета, пока не будет погашен последний рубль. На контроле у членов межведомственной комиссии, заседание которой регулярно проводит и глава Республики, каждый работодатель-должник. Только с начала этого года правоохранительные органы провели более 250 проверок. Большинство руководителей предприятия штрафованы. Злостным неплательщикам грозят уголовные дела. Какие меры предпримут работодатели, чтобы погасить долги? Этот вопрос члены комиссии адресовали злостным неплательщикам. После нового года вся задолженность погашена. В размере 1,583,000. У собственника были торги, это и коактив. Были долги, они стали банкротом. К полутора миллионам рублей приблизилась и задолженность предприятия банкрота «Чувашский бройлер». Рассчитаться перед работниками планируют также после реализации имущества. Проведена оценка имущества на сумму 268,171,972 рубля. Торги мы можем начать только где-нибудь в марте. Председатель кабинета министров отметил, что руководителям предприятия необходимо решить вопрос пересмотра выплаты долгов. Сначала полный расчет перед работниками, а уже потом налоги. В арбитражном суде уже было одобрено заявление конкурсного управляющего «Чувашавтотранса». В приоритетном порядке все суммы, которые будут выручены от продажи имущества, направят на покошение задолженности по заработной плате. Поступление финансовых средств от продажи автостанции «Привокзальная», «Новосельская» и «Гагарина-20» в размере 109 миллионов 300 тысяч рублей. Их будет достаточно полностью вернуть все деньги, полученные из резервного фонда, полностью погасить задолженность по заработной плате на 100%. Поручение председателя Кабмина рассчитаться до конца года сотрудниками «Чувашавтотранса». Иван Моторин отметил, что для этого у конкурсного управляющего все возможности есть. По автостанциям есть покупатели, с ними сейчас надо отрабатывать, чтобы они, как вот здесь было сказано, не ждали последней даты, там 5 или 9, когда на работу выходим, перечислить до конца года и, соответственно, конкурсно выполнить свои обязанности и, соответственно, доставить приятное работникам своих предприятий. На повестке дня и легализация теневой занятости в республике. Благодаря совместной работе правоохранительных органов выросла доля НДФЛ, поступающих в бюджет. Предпринимателей, оплачивающих труды сотрудников в конвертах, в регионе с каждым годом становится все меньше. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Повышение качества жизни на селе по-прежнему одно из приоритетных направлений развития республики. Особое внимание муниципалитеты уделяют медицинскому и транспортному обеспечению. Наша съемочная группа побывала в Яльчикском районе. В Яльчикском районе государственная программа развития здравоохранения реализуется с 2013 года. Благодаря ей строятся новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Всего в районе действует 23 ФАПа. Раньше ФАП в деревне Полевые Буртасы располагался в здании Дома культуры. В выделенном помещении было холодно, мало места и света. Включение в федеральную программу было как нельзя кстати. Сегодня в обновленный фельдшерский пункт обращаются жители двух деревень – Белое озеро и Полевые Буртасы. Это порядка 300 человек. Людям сейчас легко, не надо бегать в центры, здесь можно лечиться на местах. Принять участие в строительстве жители посчитали личным долгом. Помогал каждый. Кто словом, кто делом. Строили, как сказать, всем миром. И деревни все, и старые, и молодые все приходили помогать. Кто это там, копали, тракторы это привозили. Почти вся деревня, кто мог, все выходили. Помогли очень много. Врачебная амбулатория села Новая Байбатарева работает с 2006 года. С этого времени жители семьи окрестных деревень, относящихся к амбулатории, получают медицинскую помощь на местах. Это очень удобно, потому что все под рукой. Раньше нужно было ездить в Яльчике, для того, чтобы сдать анализы, чтобы посетить врача. В этом году в амбулатории начал работу стоматологический кабинет. Теперь врачи-стоматологи из Яльчикской ЦРБ могут по графику принимать всех желающих. Андрей Алексеев – первый молодой специалист, приехавший в Яльчикский район по программе «Земский доктор». Ну, как говорится, где родился, там и пригодился. Вот по этой программе приехал в село, в родное село, где у нас есть амбулатория местная. Вот там есть кабинет врача-стоматолога. Вот там и начал работать по программе «Земский доктор». Ну, после того, как отработал, пять лет, сейчас перевели уже в центральную райбольницу. Уже стал заведующим отделением. Качественная жизнь населения невозможна без хороших дорог. Речь не только о строительстве новых, но и ремонте уже имеющихся. Автодорога Комсомольская – Яльчики – Новые Шимкусы была построена в 90-е годы для связи с районным центром, а также разгрузки транспортного потока на федеральной трассе. Со временем дорожное полотно пришло в негодность, появились ямы и выбоины. На ремонт 5-километрового участка автодороги в Дорожном фонде Республики и района предусмотрели около 37 миллионов рублей. Дорожные работы велись поэтапно, и в 2019 году обновленная дорога вновь вернулась в эксплуатацию. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. Осторожно, мошенники. Бесконтактных хищений с банковских карт становится все больше. Как защитить себя и не стать жертвой в следующем материале. Сотрудники прокуратуры, МВД, банков и представители средств массовой информации собрались за круглым столом, чтобы еще раз напомнить всем о том, что и так знает каждый. Но почему-то в экстремальной ситуации забывает. Речь идет о бдительности. В сводках МВД ежедневно фиксируются случаи хищений с банковских карт. Вчера обратился в полицию житель Чебоксар, к которому позвонили, представили сотрудникам банка, сообщили, что с его карты хотят несанкционированно списать деньги, перевести их на какой-то счет. И чтобы этого предотвратить, попросили сообщить реквизиты карты. Он назвал номер карты, потом сообщил СМС-код, который пришел ему в сообщение. У него было похищено свыше 5000 рублей. Недавно по такой же схеме еще один житель Чебоксар потерял почти 300 тысяч рублей. Иногда потери исчисляются миллионами. Тысячи жителей Чувашии уже лишились разных денежных сумм. Только за 11 месяцев 2019 года ущерб от бесконтактных хищений более 97 миллионов рублей. Мошенники часто представляются сотрудниками банка. Ни в коем случае нельзя им сообщать никакую информацию о карте, коде и пароле, иначе финансовых потерь не избежать. Еще один возможный вариант лишения денег – предоплата за товар или услугу в интернете. Когда мы видим объявление в интернете, мошенники первым делом запрашивают либо предоплату, либо полную стоимость. Но это сразу должно насторожить. Они могут прислать и поддельные документы, чтобы усыпить бдительность жертвы. Предоплата не гарантирует, что товар придет и будет таким, как на картинке в интернете. Кстати, сотрудники МВД рекомендуют не хранить большие суммы денег на той карте, которые хоть раз расплачивались онлайн. Не стоит верить и тем, кто по телефону сообщает вам о разных выигрышах. Не переводить деньги знакомым, близким, если они попросили в долг в соцсетях. В этом случае лучше созвониться с ними лично и поговорить. Ловушки расставлены и для тех, кто оформляет кредит в интернете. Здесь мошенники могут попросить оплатить комиссию, страховку, проценты, и вместо кредита потерпевшим приходится оформлять заявление в полицию. Злоумышленники, как правило, совершают преступления, находясь в других регионах России. И раскрыть их крайне сложно. Сотрудниками нашего отдела в ходе выездов в служебные командировки, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, в ходе проведения обысков изымается имущество преступников в счет погашения и возмещения ущерба. Не во всех случаях удается возместить ущерб. Сделать риски минимальными может каждый из нас. Помните о правилах безопасности и расскажите о них своим близким. В Чувашии стартовал республиканский конкурс молодежных предпринимательских проектов. Более ста предприимчивых, творческих и социально ответственных молодых людей, лучшие по результатам конкурсного отбора, двигаются дальше. Самых талантливых предпринимателей организаторы обещают всему научить и даже помочь с воплощением их проектов в жизнь. «Быстрый старт» – конкурс для молодежных стартапов. Это своего рода курс молодого бойца-предпринимателя. Конкурс предоставляет реальные возможности для саморазвития и достижения цели. Всего подало заявок свыше 500 человек на участие в этом проекте. И порядка 100 из них эксперты отобрали на образовательную программу. Это студенты первых, четвертых курсов практически всех учебных заведений Чувашии. До апреля 2020 года лучших из этих 100 выявит жесткий многоуровневый отбор, четкие задачи тренингов, инновационного, социально значимого, инвестиционно-привлекательного создания бизнеса. Именно таким признан проект команды Виктора Сорокина. Развитие внутреннего туризма как в республике, так и в стране – это является приоритетной задачей. Мы участвовали в прошлом году, получили первое место. И на призовой фонд уже буквально пару недель назад мы открыли НКО, некоммерческую организацию, что позволит нам уже через полгода участвовать в грантовой системе, выигрывать гранты, что сильно поможет в продвижении нашего этнографического комплекса. В этом году уже мы будем защищать проект моего друга. Начать с нуля непросто. И тут всестороннецелевая поддержка как нельзя кстати. Эксперты действующие предприниматели делятся практическим опытом, как положительным, так и отрицательным. Умение завести диалог с другим человеком, умение быть хорошим слушателем и умение говорить с делами комплиментами. Тогда как одни уже закинули удочку, другие только оглядываются на берегу. Я еще не определился. Думал, как сказать, что сейчас актуально. Допустим, сейчас очень актуален здоровый образ жизни. Может быть, открыть спортзал. Каждый индивидуален. Тут хорошие соперники. Надо стараться. В финале разработанные проекты команды представят экспертному жюри. Участники получат инструменты и знания, смогут развить свои ораторские и лидерские навыки. Победители получат дипломы и подарки. Главный приз – инвестиции в проект. А это счастливый билет для успешной карьеры начинающего предпринимателя. Наталья Мальчикова, Павел Иритков. Республика. В Чувашии разработали проект логотипа к столетию создания чувашской автономии. Юбилейная символика будет использована при оформлении улиц, торжеств, пригласительных билетов и сувениров. Эмблема представляет собой цифру 100, в которой каждый из нулей изображен в виде трех кругов. Разработчики проекта использовали национальные цвета, орнаменты и узоры. Круг означает солнце, бесконечные линии которого замыкают время и пространство. Надписи на логотипе будут на двух языках – русском и чувашском. Те изображения, которые будут использоваться на наружной рекламе, на баннерах, на других полиграфических носителях, они будут нести свою смысловую нагрузку. Это будут известные достопримечательности Чувашии, красивые виды районов, живописная природа Чувашии, современная аграрная отрасль, высокотехнологическая промышленность. Это привлекательный регион для туризма, мы хотим дать посыл этим брендам. Сейчас эскиз находится на доработке и будет утвержден на заседании Оргкомитета празднования столетия Чувашии. О строительстве новых объектов, реконструкции, содержании дорог, благоустройстве и других расходных статьях будущего бюджета говорили сегодня на заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. Более 11 миллиардов рублей – таков прогнозируемый объем доходов столичной казны на предстоящий год. Это примерно на 7% меньше 2019 года. Более 60% бюджетных средств направят на образование, культуру, физическую культуру и спорт. В общей сложности на социальную сферу депутаты заложили более 7 миллиардов рублей. Строительство, капремонт, содержание автомобильных дорог и ремонт дворовых территорий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На эти цели пойдут еще около 3 миллиардов рублей. 980 миллиардов рублей хотят направить на обеспечение жильем многодетных семей, переселение граждан из аварийного жилья. Прокладка водопровода из насосной станции северо-западного района города Чебоксары до деревни Чандрово – приоритетный проект. Начало ему положено уже в этом году. В планах строительство долгожданной снегоплавильной станции. Кроме того, столица Чуваши 2020-2021 года планирует строительство открытого катка. Депутаты говорили также о финансировании туристического кластера. Инвестиционный проект «Чуваши и сердце Волги» получил федеральную поддержку. Реализовать его планируют в течение 6 лет. Бюджет поддержали. Депутаты вручили юбилейные медали и благодарности тем, кто внес свой вклад в развитие города. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Классы и группы в ряде детских садов и школ Чуваши закрыты на карантин из-за пневмонии. Специалисты говорят, речь об эпидемии не идет, пока это просто сезонный подъем заболеваемости. А самая лучшая защита – это прививка. Привиться можно от возбудителей, которые чаще всего вызывают пневмонию. Это такая же вакцина, как и от гриппа. И она направлена на формирование таких защитных антител против наиболее частого возбудителя пневмонии. В настоящий момент самый частый возбудитель как в России, Чувашии, так и во всем мире – это пневмококк. Это такая бактерия, которая вызывает как синуситы, бронхиты, ОРЗ, фаренгит, но также нередко и пневмония. Чаще всего вызывает пневмонию среди других бактерий. Против нее есть хорошая вакцина, которая переносится так же, как хорошо, как и грипп. Делается по определенной схеме. С 2007 года она, кстати, включена в национальный календарь прививок для детей. Всем детям первого года жизни ее уже делают. А другим категориям граждан, которые не успели получить прививку, потому что родились раньше, она делается уже по эпидемическим показаниям бесплатно. Кому показано сделать прививку, в первую очередь, куда для этого обращаться? Об этом с главным пульмонологом Чувашии Ольга Пырочкина беседовала в программе «По существу». Выпуск уже на нашем сайте и ютуб-канале. Их голоса узнают и любят. Таван-радио 6 лет. Музыкально-информационные выпуски готовит большая команда профессионалов. В свое шестилетие радийщики все так же у руля. Расслабляться некогда. Ксения Алексина – одна из тех творческих зачинщиков, с которой все начиналось. Она приоткрыла завесу радийной кухни. Когда мы начинали, нас было трое. Это продюсер Владимир Иванов, музыкальный редактор Надежда Андреева, также была редактором «Я». Первая программа была «Тван Тибель», поздравительная программа. Первую программу вела я. Затем меню пополнили и другие программы. Например, «По существу». Ведущие приглашают в гости интересных собеседников, готовят проекты и общаются с радиослушателями. Необходимые атрибуты – микрофон и пульт. Днем и вечером в эфире уже ставшие родными голоса любимых ведущих. С шестилетием пришли поздравить «Тван Радио» друзья и коллеги. Передаем поздравление адресное от имени начальника Главного управления МЧС России в Чувашской республике, генерал-майора Станислав Юрьевича Антонова, его пожелания добра и счастья. Своих старших коллег пришла поздравить и Настя Нягина, ведущая детской передачи о безопасности. Я веду детскую передачу на «Тван Радио». Поздравляю с днем рождения «Тван Радио». Желаю здоровья, счастья и побольше детских передач. Сегодня в сетке вещания – новости на чувашском и русском языках. География охвата с каждым годом увеличивается. Сегодня в Чебоксарах стартовал ежегодный всероссийский турнир по вольной борьбе на призы героя России Николая Гаврилова. О фаворитах среди наших спортсменов Ольга Пырочкина. Всероссийский турнир проходит в Чебоксарах в 15-й раз. В этом году участвуют 130 спортсменов из 18 регионов. Традиционно сильнейшая в этом виде спорта команда – Дагестан и Республика Саха. Но и у чувашей есть шансы на медали. Достаточно подготовленные спортсмены, как мастер спорта Самарин, Руслан, Федоров, Александр. Что мы надеемся на них, конечно, на доставку делом. Что они пробьются в финал. Финал 18 декабря, а сегодня в предварительных схватках определяли его участников. Потенциальные фавориты оправдали свое звание на наших глазах. Александр Федоров, он в синем трико. Легко побеждает соперников в категории до 65 килограммов. На соседнем ковре в категории до 74 килограммов также в синем трико Руслан Самарин. Его называют топовым борцом республики. И его соперник из Мордовии быстро понимает, почему. Приехали хорошие борцы, как бы соревнования с российским турниром. Вольная борьба – олимпийский вид спорта. И по оценкам специалистов развивается в Чувашии приличными темпами. Как любая спортивная дисциплина, вольная борьба является мощным средством физического воспитания. К неким социальным лифтом формирования в развитии человека. Воспитание физических, волевых качеств. Тренеры говорят, чемпион – это 5% таланта, остальное – трудолюбие и дисциплина. Начнешь пить, курить, начнешь проигрывать. И другие тренируются, другие этого не делают. Победителям турнира присвоят звание мастер спорта России. Они войдут в сборные своих регионов для участия в других крупных соревнованиях. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Сейчас полезная информация, а я с вами прощаюсь. Говорят, на Дальний Восток нужно ехать хотя бы ради того, чтобы попробовать рыбу и икру. Именно там все это в изобилии. Но жителям Чувашии не нужно ехать так далеко. Рыба Камчатки приехала в столицу Республики. Свежая, жирная и полезная. Здесь осетр, корюшка, тунец, кижуч, зубатка, нерка, окунь, белорыбеца. Всего более 45 видов рыб, а также морепродукты и икра. Но особый ажиотаж вокруг царицы лососевых – чавычи. Это неповторимый нежный вкус. Это же дикая рыба, ее не выращиванная. Но не только вкусная, а еще очень полезная. Прям тает во рту. Именно за этой рыбкой и приходят постоянные покупатели. Сегодня я прибирала чавычу, слабого соления, икру. Обычно покупаем здесь рыбу в других магазинах. Нет такого вкуса. Я даже объяснить не могу. Но очень вкусно. Я люблю рыбу, потому что там вкусные витамины. А витамины там действительно есть. Коптят деликатесы особым способом на ольховых и буковых опилках. Именно так рыба может сохранить все полезные свойства. Самое главное – этот продукт приносит организму огромную пользу за здоровье. Питает мозг рыба. Потом она создает легкость организму. Настроение повышает. В прошлый приезд выставки-ярмарки Владимир Ахрамеев купил несколько деликатесов для жены. Она у него рыбная душа. На этот раз пришли все вместе. Выбор большой. Глаза разбегаются. Все хочется попробовать. Пускай бы приезжали почаще. Люди бы попробовали это все и были бы довольны. Мы знали, что у нас есть настоящая рыба, которая не заморожена, а прямо из моря или из океана попадает к нам на прилавок. Для такую рыбу можно заплатить и дороже, потому что такое качество у нас в магазинах нет. Все деликатесы с Камчатки ждут покупателей в МТВ-центре на пятом этаже. Выставка-ярмарка продлится до 18 декабря включительно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!